Дорогая эстер Интересная игра Про историю одного человека Который вроде как Письма шлёт своей Женщине, девушке Или жене Так что в принципе присаживайтесь поудобнее Если вы пришли к нам на Казоку Фэмили Ставьте лайки, приглашайте друзей Ставьте колокольчик А мы наверное Погнали Так, не туда нажал, да? Или Ну давайте так Дорогая эстер На утро после того, как меня вынесло на берег Солью в ушах, песком во рту и по щиколотке в воде Мне казалось, что всё нарочно шло к этому последнему кораблекрушению Я ничего не помню Я ничего не помню Кроме воды, камней И башмаков, угрожавших утащить меня в глубины Где обитают только какие-нибудь медузы Довольно неплохое начало Музыка неплохая А мы посмотрим, что тут Ещё Осматриваемся История Гебридских островов Интересно Какие-то Символы Но игра должна быть интересная Мы вроде сами Вольны делать то, что Нужно Но тут вариант подняться, по-моему, на Вверх Да Кстати, если я чат не читаю, ребят То просто пытаюсь Погрузиться В атмосферу Вот этого всего Так что не в обиду Чё? Стоп Я мог и чё и сорваться? Реально? Ой Доннелли пересказывает легенду об отшельнике Святом И искавшему уединение В его наиболее чистой форме По слухам он приплыл сюда С большой земли В лодке без дна И морские обитатели По ночам поднимались Чтобы завести с ним беседу Как надо думать Раздосадованным был болтовнёй Возможно, теперь, когда всё, что плавает в океане Это отброс из танкеров Он нашёл бы больше покоя Говорят, по его знаку В долине на южной стороне острова Разверзлась скала, чтобы дать ему приют Говорят, он умер от лихорадки 116 лет спустя Пастухи оставляли дары для него у входа в пещеру Но, сообщает Доннелли, ни разу его не видали Я тоже там побывал и оставил дары Но, как и они, вероятно, оказался недостоин проникнуть в его уединение Я надеюсь, нам не надо вниз Надеюсь, не надо Тут же Тупик Серьёзно? Фонарь мы тут включить не можем Блин, и неужели вниз? Тут я вижу только какую-то краску Мы же Я так и думал, что это была плохая идея Хотя Пробуем тогда так Я же надеюсь, она не короткая Как бы мне этого не хотелось Твоя мать рассказывала Что когда ты родилась В родильной палате воцарилась тишина Всю левую половину твоего лица Покрывало красное родимое пятно Никто не знал, что сказать И тогда ты закричала Меня всегда восхищало Что ты криком разрушила вакуум Который тебя окружал И я сооружал пустоты Чтобы ты могла развивать свой талант К шести годам родинка выцвела А к моменту нашей встречи Вовсе исчезла Но осталось твое пристрастие К пустоте И к тому, что позволяло ее преодолеть Музыка тут крутая Блин, ну, наверное, это Я сначала хочу по низу пройтись Мало ли Лишь бы не запутаться Интересно Дорогая Эстер Я понял, что я так же безлик, как этот океан Так же мелок и пуст, как этот залив Я застрял здесь без действия Как обломки неопознанного корабля Мои скалы, вот эти кости Служащие ограждением на краю обрыва Что над заливом Меня пронизывают пещеры Мой лоб гора И эта радиовышка передает сигнал Прямо внутрь меня Я вывернут наизнанку Вот моя нервная система Которую по-прежнему топчут сапоги Доннели И мои И твои Я принесу тебе фонарик Оставлю его под ножем моего надгробия Он тебе пригодится в туннелях Куда я уйду Значит нам все-таки назад топать, да? Походу Ну, назад так назад Че делать-то? Фух Остается только так Погнали тогда так Атмосфера игры прям четкая вообще Блин, у нас похолодало, блин Теперь только теплом и согреваться Особенно зимой Мда Так что Надеюсь хотя бы Теплый канал Казоку немножко согреет Вас, дорогие друзья Так Ну тогда наверх топаем, наверное Что ж еще делать Не знаю, пройдем мы за один присест игру или нет Кто знает Посмотрим Да, атмосфера, конечно, прикольная Тут вообще не поспоришь Так, стоп Ага Идем, значит, так, да? Гора царит над этим ландшафтом Она размещена так удачно, что выглядит искусственной Я ловлю себя на том, что по неволе сползаю в некое наваждение Приписывая всему здесь искусственное происхождение Не родился ли этот остров в самый момент удара, когда нас сорвало с якорей и в плечи нам врезались лямки ремней Не тогда ли он возник из глубин? Когда кто-нибудь умирал или был настолько плох, что они теряли надежду Они высекали на утесе параллельные линии, оставлявшие меловые следы Их можно было заметить издали и понять, что нужно прислать помощь Либо вести карантин и выждать поколения Пока эпидемия не исчезнет вместе со следами на скале и их создателями Такова же и цель моих линий Не допустить сюда потенциальных спасателей Эта инфекция поражает не только тело Интересно Пастухи эти были богобоязнены Любви в их отношениях не было Согласно Доннеле, у них была одна Библия, которую они передавали друг другу в строгом порядке В 1776 году, за два года до того, как остров покинули окончательно Ее украл какой-то заезжий монах А в этом промежутке, думаю я, не соотнесли ли они те или иные камни и травы С некими главами и стихами священной книги Так, чтобы передвигаться по ней И жить в ее противоречиях Так, а мы спускаемся не зря Дорогая Эстер, я видел повод Свершил мое маленькое паломничество Мой Дамаск, небольшой домик на две семьи в окрестностях Уверхэмптона Мы выпили кофе у него на кухне И попытались нащупать пути к взаимопониманию Даже зная, что я явился не в поисках извинений или воздаяния Он все равно впадал в панику при виде изуродованного капота его машины Ответственность его состарила Как и мы, он уже вышел за любые мыслимые пределы жизни Нам что, туда потом топать? Мне все труднее понять Где заканчивается отшельник И где начинаемся мы с полом Мы вплетены в мокрое одеяло, воткнутое в днище И лишь оно служит преградой для океана Шея болит, потому что все время приходится смотреть наверх На антенну А в животе отвечает тупая пульсация Там, уверен, я порождаю новый камень В моих снах это образ жены Лота Голова повернута через плечо Со взглядом, обращенным вдоль шоссе Навстречу приближающимся машинам В вакууме фаталистического спокойствия Стоп Или пещера одна и та же Сложно понять Игра линейная Походу, да? Так, но я скорее всего там Не пройду Да Скорее всего Но игра Необычно Тут не поспоришь Пробуем идти тогда в другую сторону Теперь мне ясно, что я тут не один Хотя я равно уверен, что это всего лишь мания, порожденная с течением обстоятельств Я не помню, к примеру, где достал эти свечи И зачем вообще взялся освещать этот странный путь Возможно, это для тех, кому суждено прийти вслед за мной Субтитры создавал DimaTorzok И нам, что, по той стороне идти? А здесь, что, тупик? А-а-а Это тот самый обрыв, я понял Ладно, идём тогда, наверное, в ту сторону, да? Так Хорошо Пока всё интуитивно понятно Ой, вы не представляете, как тут реалистично ветер сделан Реально, сидишь в наушниках, будто реально зазывает ветер Довольно круто Только жалко, тут бежать нельзя, ну что поделать Это специально для этого и сделано, что Мы можем только ходить Походу Чё? Серьёзно? Опа-на Дорогая Эстера Я проехал по участку шоссе М5 от Эксетера до Бристоля 21 раз Но, несмотря на то, что у меня на руках все рапорты Несмотря на то, что я опросил свидетелей во всех подробностях Опираясь на карты военно-геодетического управления Мне не удается найти место Казалось бы, должны были остаться следы, которые могли бы указывать на произошедшее Всё случилось где-то между поворотом на Сэнфорд и автозаправкой Welcome Break И пусть я всё время вижу это место в зеркале заднего вида Пока мне так и не удалось туда попасть Интересно Ого, сколько топось Ого, сколько топось Да тут и запутаться нафиг можно Наверно, а может и нет Лишь ночью здесь начинается жалкое подобие жизни Нужно увидеть баки на радиовыжке Я выработал себе привычку спать днем В попытке хоть как-то восстановиться Близятся мои последние дни Смысла в том, чтобы продолжать путь, почти не осталось Я должен найти здесь что-нибудь невиданное Какую-нибудь бухточку или расщелину Которая могла бы подарить мне новые перспективы Я сжег все мосты Пробил днище всех своих кораблей И смотрел, как они уходят под воду Хм, скрин что ли сделать хотя бы один И что, куда нам направляться? Просто, типа, пройти мимо, что ли Получается, да? Довольно не сразу понятно, что делать Но да ладно Будем продвигаться, наверное, туда Если, конечно, я правильно пошел Хотя хрен его знает Что правильно, а что неправильно Видимо, в днище судно пробоено Иначе откуда здесь могли взяться новые отшельники? Не сюда, да? Хреново Значит, мы пошли не сюда Да Бывает Так, отпустились мы, походу, оттуда Значит, наверное, идти туда Это уже вторая локация А их, по-моему, четыре Меня обнаружили камни в почках, и ты навестила меня в больнице. После операции, пока я еще не совсем отошел от наркоза, контуры твоего тела и голос казались мне расплывчатыми. Теперь из моих камней вырос целый остров, и они сбежали из моего тела. А автомобиль пьяницы сделал твои очертания совсем мутными. Хм, какой-то обрыв там что ли, да? Домик какой-то. Что за склеп скрывается на дне этой пропасти? Сколько мертвых пастухов нужно, чтобы заполнить этот провал? Не знаю. Тю-тю-тю-тю-тю. Идем дальше тогда, наверное. Домик там какой-то. Я начал восхождение по безветренному западному склону. Заходящее солнце, мой воспаленный глаз, зажмурилось, когда врачи направили в него луч фонарика. Моя шея болит, так как я постоянно задираю голову вверх в поиске света радиовышки. Я должен смотреть вниз, идти по тропе, ведущей под скалы острова, к новому началу. Вот как. Угу. А вот этот самый маяк или что там, он что ли финальным будет? Не знаю. Хижину построили в начале 18 века. Со временем пастушество здесь стало профессией. Первым постоянным пастухом стал некий Джейкобсон, потомок скандинавских переселенцев. Жители материка считали его человеком без рода, без племени. Он приезжал сюда каждое лето и строил хижину, надеясь, что разбогатев, сможет обзавестись и женой, и потомством. Доннелли пишет, что из этой затеи ничего не вышло. Пастух заразился от своих норовистых коз какой-то болезнью и умер через два года после окончания строительства. И не было никого, кто бы мог высечь в этой скале белые строки о нем. Моё сердце закопано в мусор. Эти фальшивые рассветы будят меня, но солнце так никогда и не встает. В предрассветные часы я покрываюсь испариной, думая о тебе и скручиваю одеяло в одно целое. Я всегда слышал, как волны бьются об эти затерянные берега, как кричат всеми забытые чайки. Я могу поднести эту бутылку к уху и в любой момент услышать музыку Гибридских островов. Да, локации тут немаленькие, я скажу. А, туда идти, где заборщики, да? Я же надеюсь, не вниз топать. Я бы не хотел вниз топать. Слишком долго, наверное. Что? А мы наверх не можем подняться? Или типа такой функции нету. Там же вроде какой-то заборчик, не? Да, еще не запутаться можно. Ладно. Нет так нет. Походу, все-таки вниз, да? Надеюсь, что мы правильно идем. От слова надеюсь. Чего? Грудная клетка Джейкобсона, как рассказали Доннелли, была деформирована вследствие какого-то врожденного дефекта или детской травмы. Она была хрупкой, раздутой и безнадежно легкой. Может быть, в конечном итоге к смерти его привела именно эта неспособность грудной клетки сдержать его бьющееся сердце. В полумраке его скелет кажется списанным предметом реквизита и каменелой искусственной морской птицей. Интересно. Джейкобсона нашли ранней весной, когда снег едва начал таять. Несмотря на то, что он был мертв уже почти семь месяцев, тело его промерзло насквозь и даже не начало разлагаться. Его ногти были обгрызены до крови, а глубоко под ногтевыми пластинами нашли фосфорицирующий мох, растущий в пещерах. Что он делал в глубинах острова, когда силы начали его покидать, неизвестно. Он отчаянно попытался подняться по горной тропе, стремясь к спасительному очагу хижины, возможно, в горячке, и прошел полпути. Затем свернулся к калачикам и спустил дох. Свинь. Так, а третья локация у нас будет пещера. Спускаясь к пещерам, я поскользнулся, упал и повредил ногу. Похоже, бедренная кость сломана. Явно ей заражение, кожа приобрела ярко-розовый оттенок, и острая боль набегает волнами. Зимними приливами она обрушивается на мой берег, приглушая тупую боль моих камней. Я едва дополз до хижины, чтобы отдохнуть, но вдруг понял, что у всего этого может быть лишь один финал. Медикаменты, которые я украл из траулера, внезапно обрели предназначение. Они помогут мне остаться в здравом рассудке во время моего последнего восхождения. Понятно, мы значит погибнем. В конце, да? Окей. Дело ваше, ребята. А нам точно вниз? Ну да. Он же и сказал, что подскользнулся по ходу туда. Интересно, дополз ли Джейкобсом до этого места? Смогу ли я опознать царапины, оставленные его ногтями на камнях? Следую ли я за ним шажок за шажком, дюйм за дюймом? Почему он сдался и не завершил восхождение? Оу! А место-то неплохое, я скажу. Интересненько выглядит. На этом шоссе нет другого направления, других съездов. Проезжая этот перекресток, я увидел, как ты стоишь на обочине, держа в руках последний бокал. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Какая же офигенная атмосфера. Вы не представляете, как это офигенно. Это завораживает. Продолжение следует... В своей горячке я вижу, как два источника света, луна и радиовышка, ждут меня среди скал. КОНЕЦ Охренеть, какая музыка. Таких игр очень мало, которые цепляют вот такими вещами. Обычными, но красивыми. КОНЕЦ 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 Помню, когда я приходил в себя после операции, врачи посветили фонариком мне в глаза, чтобы проверить реакцию зрачков. Мне показалось, что я со дна колодца смотрю на небо, залитое лунным светом. Где-то на вершине двигались люди, но я не знаю, была ли ты среди них. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ух тыж! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень клево! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей Пусть будет флешбекинг Я не против Пусть будет флешбекинг Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, значит мы там тонем, да? Окей 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 Северное побережье 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда нас размоет водой, клетка распадется, и мы сольемся воедино. Когда этот бумажный самолетик оторвется от края скалы и проведет параллельные конденсационные следы во тьме, мы вновь будем вместе. Если бы только Доннелли пережил это, он понял бы, что сам стал для себя берегом, как и я. Так же как я стал этим островом, он стал своим сифилисом, найдя укрытие в обжигающем синапсе нейронов, в камнях, в заражении. Окей. Ох, ветер как задувает. Я согнут, как гвоздь, как заусенница, как тонущий человек, хватающийся за штурвал, пьяный, ерзающий на месте, выбрасываемый на пустынный, освещаемый, треснувший луной берег, словно поникшее крыло. Мы прокладываем себе путь. Мы в полете, мы в подвешенном состоянии. Мы жалкие, болеутоляющие, и наша суть так изменчива. Я взлечу. КОНЕЦ 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 Наслепленный паникой, оглушенный ревом машин, оказавшихся в пробке, пол, чье сердце остановилось по дороге в Дамаск, сидел у дороги, сгорбившись, как чайка, как проклятая чайка, такой же бесполезный и опреченный, как больной сифилисом картограф, как умирающий пастух, как зараженная нога, как камень в почках, перекрывший дорогу между Сэнфордом и Экзотром. Он не был пьян, Эстер, он вовсе не был пьян. Все его дороги, все туннели, все тропы неизбежно вели его к этому моменту столкновения. Это не назовешь естественным его состоянием. Он не должен был сидеть там со всеми его медикаментами, его электросхемами. Он просто не должен был там быть. Субтитры сделал DimaTorzok Я радиовышка, угасая, я буду отправлять весточки звездам. Всем для единства. Ага, вот как. Дорогая Эстер, я сжег свое имущество, свои книги. Это свидетельство о смерти. Текстом моего свидетельства будет исписан весь этот остров. Кем был этот Джейкобсон? Кто его помнит? О нем написал Доннелли, но кто этот Доннелли? Кто помнит его? Я нарисовал, вырезал, высек, вырубил в этом месте все, что только смог у него выглядеть. На эти берега придет другой человек, который вспомнит меня. Я восстану из океана, словно остров, без дна. Стану цельным камнем, превращусь в радиовышку, в маяк, чтобы тебя не забыли. Они всегда были нарисованы здесь. Однажды чайки вернутся и совьют гнезда среди наших костей, нашей истории. Я посмотрю налево и увижу Эстер Доннелли, летящий со мной, крылок крылок. Я посмотрю направо и увижу Пола Джейкобсона, летящим со мной, крылок крылок. Птицы выгравируют в небе белые линии. Материки их увидят и вышли в будущем. Птицы выгравируют в небе белые линии. Притати птицы выгравируют. Досцевно. Субтитры создавал DimaTorzok Досцевно. Субтитры создавал DimaTorzok Досцевно. Субтитры создавал DimaTorzok Досцевно. Субтитры создавал DimaTorzok Да, понятно, что в конце драматично, но мне понравилось. Я думал, покажут, что он разобьется, а его показывают, короче, типа в виде чайки. Он, типа, переродился в виде чайки. Довольно красиво и круто сделано. Впечатления у меня об игре положительные, хоть она и короткая, но с русской озвучкой и плюс с таком шикарным музыкальным сопровождением. Игра просто прошлась на одном дыхании, просто на ура. Я не пожалел, что эту игру, короче, прошел, посмотрел, показал вам. Вы оценили. Я почему молчал? Потому что я настолько впечатлился атмосферой и музыкой. Реально, таких игр мало. Всем советую играть не только там всякие ужастики, стрелялки, РПГ, стратегии. О, 17-й год и еще и Юнити-движок. Хрен его знает. И Valve, и Юнити. Ладно, неважно. Суть не в этом. Но для 17-го года... А, нет, 17-й год это Юнити. Ладно, неважно. 14-й год, скорее всего, игра. Блин. Ребят, это круто. Мне понравилось. Я впечатлился. Вот. Так что... Спасибо еще раз, что смотрели. С вами был Казоку Фэмили. Спасибо, дорогие друзья, что поддерживаете, что понимаете. Всегда стараемся проходить интересные и атмосферные игрушки. Ну, и те, которые просто понравятся. Ну, и те, которые просто понравятся. Я надеюсь, этот стрим вас немного согрел. Я еще что-нибудь интересненько придумаю. Спасибо, что оставались на этой игре с дорогой Вестер. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные игрушки, стримы, видосы и много чего еще. Мы стараемся, чтобы канал существовал, чтобы было что-то интересное и крутое. Так что спасибо, мы с вами. Не забывайте, что Казоку Фэмили это не только я, это мы, это вся целая объединенная семья. Неважно, сколько тебе лет, неважно, с какой ты страны. Главное, что ты во всем этом дружище или подруга заинтересована. Так что, всем до новых встреч, с вами был Казоку Фэмили и всем пока-пока!